Последняя ночь бандита — Собака закрыта? — Да. — Тогда выпускай ребят. — Как быть с Ахиллом? — Его не надо, ссориться с Каиром. — Из-за лорки? — Да. И следи за тигренком. Старый цирковой пес-бандит опустил голову на пол, понюхал щель у порога и продолжал слушать давно знакомые слова и звуки. В вольере звякало железо и скрипели дверцы клеток. Зверей выгоняли на вечернюю проминку перед кормлением. Ассистент-укротитель ворчал на тигра. — Куда? Ну давай, давай, шевелись, а тебя долго упрашивать? Алексей Петрович, Каир за спину заходит вам. Раздался резкий и острый щелчок шамбольера, потом мягкий топ от бегущего тигра. — Пускай рабочие моют сперва переходные клетки, — сказал укротитель, — и скажи, чтобы насухо вытирали, сгниют скоро доски. У Байкалихи крайняя доска уже подломилась, а тигренк-то боится и уши прижал, и есть не может, привыкнет. Бандит медленно привстал и взглянул через выпиленные в двери коморки треугольные отверстия. Все было привычным и совсем обыкновенным. Разве только чуть больше шума. В цирк привезли для детских представлений маленького тигренка. Бандит был огромный и мрачный псина с тяжелой грудью, непропорционально узким задом и лобастой, густо заросшей длинным волосом головой. От головы к заду количество волос убывало, и хвост был почти совсем гол. Наверное, поэтому бандит часто паршивил, и тогда его мазали синькой. Он привык к ней и не лизал ее, так ходил, в ярких синих пятнах. А длинная шерсть ниже пастью была, грязно-красного цвета, слипшейся от крови, потому что бандит ел сырое мясо. На левом боку от плеча до брюха тянулся неровный шрам, след удара тигриной лапы. После этого удара бок у бандита болел, и он спал возле паровой батареи, прижимаясь к ней. А когда пробегал мимо тигриных клеток слева направо, то держался от клеток чуть дальше. Он лежал в своей конуре позади вольера, смотрел в треугольные отверстия на маленького тигренка и чувствовал приближение чего-то совершенно необычного, тихого, обволакивающего. Это необычное и неизвестное входило в бандита через сердце. Сердце болело, и он чувствовал его удары в каждой подушечке на лапах. Клетку с тигренком поставили в вольере высоко над полом на оцинкованном ящике. Тигренок лежал на самой середине клетки, прижав передними лапами кусок мяса, и рычал, и молотил хвостом. Малыша только что привезли из уголка Дурова. Он первый раз видел взрослых тигров и страшно испугался их. Взрослые ходили вокруг, часто поднимались на задние лапы, пытаясь достать мясо, но прутья клетки были частые, и лапы взрослых тигров не пролезали сквозь них. Однако тигренок не мог понять, что он в безопасности. Малыш взвизгивал, жмурился и быстро-быстро вилял самым кончиком хвоста. Мельчишня в вольере раздражала бандитам. Он привык, что в эти вечерние часы уже наступала тишина, и его выпускали из коморки. Бандит со стоном зевнул, его клыки глухо лязгнули после зевка. В ответ на этот лязг возле отверстия возникла тигриная пасть, душное дыхание Каира окутало пса. Каир повернулся к двери коморки задом и помочился, стараясь попасть в отверстие. — Старый разбойник! — сказал Укротитель и ударил тигра веником по морде. А бандит равнодушно чихнул. Он уж давно привык к таким проделкам зверей. Им не оставалось ничего другого, чтобы свести с ним счеты. Уже десять лет он жил в цирке. Когда-то с ним занималась известная дрессировщица. Она промучилась больше двух лет, но не смогла изменить характер бандита, вздорной и угрюмой. Пес быстро осваивал любые трюки и хорошо запоминал их. Иногда на репетициях он даже оживлялся и, казалось, начинал работать с удовольствием. Но на манеже что-то случалось с ним. Он замыкался, тускнел, ложился под барьер и вжимал голову в опилке. С детства бандит не любил, когда на него смотрели. Когда он оказывался весь на свету среди большого, открытого пространства. Это был ночной пес. Бодрствуя в настороженной тишине, среди полного мрака или в тусклом свете дежурной лампочки, он чувствовал себя свободно и хорошо. Ночами он делался как-то эластичнее. Естественность повадки скрашивала его некрасивость. Пожалуй, он становился даже изящным, когда бесшумно шел вдоль ряда тигряных клеток, отвернув морду в сторону, шел легким скользящим шагом, чувствуя каждое движение зверей, выражение глаз, настроение. Он родился в отрогах Хингана на муре. Его отец и мать рыскали по тайге и приплывали реки. Отец погиб в схватке с медведем, а мать задрал тигр. Его первые хозяева отлавливали зверей для цирков из осадов. И запах тигров он помнил с тех пор, как помнил себя. Бандит никогда не издевался над тиграми, не давал им понять, что он свободен, а они — нет, что он стережет их, что он принадлежит к тем, кто командует ими. Но тигры не любили его, хотя тоже привыкли к его всегдашнему присутствию. Они не любили, когда среди ночи он появлялся перед клеткой и тихо ложился вблизи. Сквозь густые брови не были видны его глаза. Каждый из зверей знал, что бандит лежит на расстоянии в коготь больше того, на который можно высунуть лапу сквозь прусье клетки. Шум в вольере нарастал. Взрослые звери потеряли всякую солидность, пытаясь достать еду тигренка. А малыш так разволновался, что мясо не лезло ему в глотку. Он же устал рычать, урчать и прижимать уши. Кончик хвоста тигренка вылез за путья клетки. Байкалиха сразу же куснул этот кончик. Тигренок с чрезвычайной скоростью замолотил хвостом, но на хвосте не было глаз, а обернуться малыш боялся. Тринадцать здоровянных зверюк столпились возле клетки тигренка, стараясь укусить маленький хвост. Им стало тесно, и они, конечно, передрались. Прибежал ассистент, раздались удары бича, тигра взагнали по клеткам, а маленький зверенок победно рычал им вслед, стоя в скульптурной позе, придавив лапой расплющенное мясо. Бандит вышел в вольер и занял свой пост у входа. Его сразу опять потянуло лечь. Но он остался сидеть, привалившись плечом к стальной раме ворот. Где-то близко, за дощатой перегородкой, тяжело вздыхал больной верблюд, хрумкала весна, стертых в зубах пони, журчала вода в душе. Тигров кормили, а не чавкали. Байкали еще дай. Почему розы не ест? Гуляет. Сколько раз я приказывал точнее взвешивать мясо? Говорил дрессировщик, осторожно переступая с золотыми сапожками через кучи мокрых опилок. Разноцветными искрами вспыхивал его манежный костюм. Бандит ждал, когда хозяин заметит его. Но укротитель ушел в душ. И тогда бандит лег. Вдруг вообще он никого не любил за всю свою жизнь и только делал вид, что привязан к укротителю, потому что так было положено ему отроду. Было положено встречать хозяина утром, настойчиво и угрюмо подставлять голову под тяжелую ладонь, идти за ним по пятам среди утреннего циркового оживления, слушать привычно ласковые слова. Но бандит знал, что укротитель боится тигров, и потому не мог уважать его. Раньше укротитель не боялся. Это началось тогда же, когда лора распорола бандиту бок, и теперь укротитель потел еще до входа к зверям, и запах пота был иным, нежели после выхода из клетки, после работы. Но бандит понимал и то, что хозяин неплохой человек. Укротитель каждый день сам проверял, не завели ли у зверей глисты, и у него не было любимчиков. И на манеже он всегда работал легко, в хорошем темпе, красиво, всегда повторяя неполучившийся трюк. Его называли королем тигров. И только бандит знал, что этот человек боится каждой репетиции и представления, хотя и побеждают страх, делают его незаметным. Укротитель пришел из душа в халате, с папиросой в руке, сел на реквизитную тумбу и тяжело задумался о чем-то, покачивая ногой рулон старых афиш, изодранных тигриными когтями. Бандит ждал, когда укротитель докурит папиросу, чтобы потом проводить его до дверей конюшни, потому что хозяина положено провожать. — Ты что, болен? — спросил укротитель. — Пойди сюда. Бандит подошел и лег. Что-то слишком сильно билось в подушечках во лап. Стоять было тяжело. — Ты стар, приятель, — сказал укротитель. — Ты слишком стар, мудр и слишком много знаешь. И ты слишком много жрал сырого мяса в последние дни. Завтра я прикажу дать тебе касторки. Бандит пошевелил ушами. — Скучная у тебя жизнь, — говорил укротитель. — Пожалуй, она даже скучнее моей. Для тигров ты собака, для собак ты тигр. Для людей угрюмый и мрачный тип, с которым лучше не связываться. Бандит слушал и соглашался. Действительно, всякая собака, почуяв его, поджимала хвост и неслась прочь, и шерсть на ее колке торчала дыбом, потому что бандит пропах тигринными запахами. Конечно, он мог догнать пса или суку на пустынных ночных улицах, когда ассистент выводил его на прогулку. Но что было от этого толку? Что толку в дрожащей от судорожного ужаса городской собаки, сбитой им с ног на скользком асфальте? Уже много-много лет бандит жил в одиночестве, но так и не смог привыкнуть к нему, хотя давно смирился с ним. Люди, которых ему было поручено кусать и отгонять от клеток, злились на него. Им хотелось поближе рассмотреть тигров. Что знали эти случайные в цирке люди о тиграх? Что знали они о бесконечной дикости или о великой нежности, которая рождается вместе с тигренком, а о нежности, с которой тигрица облизывает своих детей в ночной тишине? И разве могли они догадаться о том, что под каждым когтем тигриные лапы притаила смерть, ибо сырая убоина, попавшая под когти, разлагается быстро и несет в себя трупный яд? И разве кто-нибудь рассказывал им о жизни тигренка? О том, что любой рожденный в неволе тигр выкормлен собакой, потому что тигрица задавит тигренка на жестком полу клетки? А тигры? Кто из них вспомнит о суке, которая кормила их в детстве? Кто из них вспомнит о нежном сосе, прокушенном острым тигриным зубом, о струйке крови, текущей по животу дворняги, о великом терпении, с которым она переносит боль? — Можете уходить, — сказал укоротитель своему ассистенту. — Я сам закрою вольер. И чтобы к утру вы достали новый стек, где ж я его достану? — А мне какое дело? Вы поломали, вы и доставайте. И не лезьте на манеж, когда вас не зовут. Нечего корчить из себя артиста. Ступайте. Ассистент ушел тихо, ругаясь, а укоротитель продолжал бомотать. Молоко на губах не обсохло. А туда же он уже хочет показать, что может работать не хуже меня. Машет бичом, зажмурив глаза. Выглядеть, глаз вышибет. Хватит мне шрама на лбу. И вообще, следует брать в ассистенты старых, а не молодых. Ты понимаешь, о чем я, бандит? Надо брать старых, чтобы они не старались подставить подножку и вылезти на твое место. Это мои животные. Мои. Громко, сказал укоротитель и отшвырнул папиросу. Ну, что ты смотришь? Спросил он бандита. Ты на самом деле меня понимаешь. Он опустил руку и потрепал пса за ушами. Ты думаешь, я побаливаюсь? Нет. Просто у меня нет порядочного ассистента, а мне положено их два. Бандит привык к тому, что ассистенты менялись часто. Дрессировщик менял их, как только замечал, что они осваивались со зверями. Он ревновал и боялся стать ненужным. Он ощущал животных как свою собственность, как неотъемлемую часть самого себя, и он любил животных. И сейчас он встал и помазал бандита синькой. — На ночь я открою тигренка, — говорил укоротитель. — И ты, старая псина, не трогай его. Малышу надо размяться. — А ты не бойся, — говорил он тигренку. — Если пес решит куснуть тебя, ты прыгай обратно в клетку, а бандит не допрыгнет туда. Он же слишком стар, понял? Все то старые, то молодые. А что лучше? Это не так просто решить. — Попить мне сегодня или не пить? Для меня сегодня к Наде идти или не идти? Пусть она меня к себе или не пустит. Опять доски остались мокрыми в переходной клетке. Так разговаривал укоротитель, пропуская цепь в скобы, задвигающие колды. Потом он ушел. По конюшне расползлась тишина. И, наконец, стало слышно мерное дыхание тигров в тихоебурчане в их животах. А когда бандит услышал даже стрекозиное дрожание раскаленной нити в дежурной лампочке, то встал и пошел в обход по вольеру, задерживаясь на несколько секунд возле каждой клетки. Каир дремал, высунув передние лапы из клетки, касаясь ими каменных плит пола. Ахилл бешуно кружил из угла в угол. Он любил лорку, а Каир отбил ее у него. Теперь Ахилл не спалось. Байкалиха валялась на спине, поджав лапы совершенно покошачьи, ее зеленые, пустые глаза были полуприкрыты. Большой и грустный лев Персей, привезенный в цирк для киносъемок, болел. Накануне его стравили с Каиром и снимали для картины их драку. У Персей оказался поврежден позвоночник и оторвано ухо. Весь день его кололи пенициллином, но веселее он не стал. Персей был старым львом, и когда на него напустили старого, но еще очень сильного тигра Ахилла, то Ахилл не полез драться. Ахилл понял, что лев слаб и совсем не хочет мериться силами. И потом они оба, и лев, и тигр, были уж достаточно мудры, чтобы понять, что стравливают их нарочно. И тогда они легли и отвернулись в разные стороны, и ничего, они хотели друг другу дурного. Но людям надо было затеять драку, и в клетку пустили молодого Каира. Каир сразу бросился на льва и рвал его, а тот не сопротивлялся, потому что Каир был слишком молод, силен и глуп, и жесток. И получилось не драка, не сражение могучих и красивых зверей, а избиение. И люди из кино остались недовольны. Персея и лечили, чтобы потом еще один раз попробовать стравить его с Ахиллом. Лев понимал это, был вял и грустен. Бандит миновал Персея и тихо лег перед клеткой тигрицы Лоры. Лора сразу проснулась от прилива злобы и начала метаться из угла в угол, судорожно позевывая, притираясь на ходу затылком к прутьям, будто бы считая их. Она не могла спать, когда близко лежал бандит. Ночная тишина текла низко по полу вместе с уличным холодом. Из кладовки, где хранились мясо и бутылки с рыбьим жиром, пахло мертвичиной. И все поскрипывали колеса Лориной клетки, то упираясь в стопорной клине, то чуть отходя от них в ритм метания тяжелого тела Лоры. Потом Лора тоже легла, она сдержала себя в своем метании и легла на усыпанной влажными опилками пол клетки, и они в упор стали смотреть друг на друга. Века дикости и ненависти разделяли их. Они обоняли друг друга и разговаривали запахами. Запах крови, беспощадности, бесшумности тек от тигрицы. Ночной треск камышей, хлюпание грязи под копытами дикого кабана, дыхание ветра в ветках старого кедра, чуть слышный шелест обмерзших почек шиповника, журчание таежной реки, хриплый крик ночной птицы, внезапный треск по отламывающихся досок тигрины ловушки, слышала Лора в эти тягучие минуты. Потом она услышала медленно приближающийся лай и увидела оскаленную пасть лайки над краем ямы, и больше она не могла лежать и сдерживать себя, и опять она начала метаться по клетке, прижимаясь затылком к прутьям и судорожно позевывая. А бандит, казалось, спал. Но это только казалось. Он вспоминал перестук колес товарного вагона, запахи угля и мазута, быстро мелькающие за открытой дверью снежные леса, неожиданный визгливый скрип тормозов, грохот сорвавших со скреплений клеток, лязг железа, испуганный рев тигров, невнятные крики людей, зажмуренные глаза Лоры, ее длинное гибкое тело, протискивающиеся сквозь согнутые прутья клетки, бегущего к дверям вагона дрессировщика с шапкой в руках других людей на снегу, и первый прыжок Лоры к дверям, первый удар ее лапы по шапке укротителя, и второй удар уже по плечу его, и вдруг опустевший проем дверей перед Лорой, ее силуэт на фоне снега, и свой бросок, удар клыков, треск упругой и жесткой кожей тигрицы под его клыками, и сразу огромную боль в боку, и запах своей крови, и клек от ненависти. И, вспомнив все это, бандит бесшумно оскалился и, низко опустив голову, пошел в кладовку, понюхал бутылки рыбьего жира, полизал засыхающую конскую кровь и лег левым боком к паровой батарее. Он все сильнее ощущал тяжесть своей большой головы, челюстей, и его голову тянуло к полу. Время медлительно потекло сквозь него. Сотни ночей он же провел так, бездумно бодрствуя, изредка почесываясь, ощущая в левом боку привычную боль, подергивая настороженными ушами, ожидая неизбежного утра. Но сейчас он вдруг ощутил тревожное желание уйти отсюда далеко-далеко, туда, где нет никого и никто не помешает, чему, этого он не знал. Ему надо было встать и уйти, но он не мог разрешить себе этого. Ему надо было уйти туда, где никто не помешает остаться одному с самим собой навсегда, но понять этого он не мог и только ощущал глухую, неясную тревогу. И еще он ощущал потею обоняния. Он поднимал свой нос в направлении известного запаха и ждал прихода этого запаха, но не мог дождаться его. И все это было странно. Бандит тянул нос к синим пятнам возле хвоста, к тем пятнам, которые намазал укротитель, но они ничем не пахли. И бандит вот это восстановил страшно и неуютно. А все остальное было обыкновенным, известным и даже скучным, и старый цирковой пес оставался лежать под паровой батареей в кладовке. Тихая растерянность вошла в него. Изредка неожиданные ассоциации возникали в его собачьем мозгу. Ассоциации рождались от случайных звуков или сильных резких запахов, которые пробивали его ослабевшее чутье. Где-то шебаршила крыса. И бандит вспоминал свою смутную юность, болезненно яркие огни манежа и цепкие легкие лапки белой крысы, которые он нес на спине по кругу арены под аплодисменты зрителей. И или он вспоминал неподвижность набухших росой ветвей, которые склонялись над водой амура, и запахи звериных следов, оставшихся прибрежным или. С улицы доносился стремительный шелест ночного такси. Чуть погодя, над самым полом сквозняк приносил острый запах теплой резины шин, бензина, нашатыря. И бандит вспоминал бесконечные гастрольные переезды, вагоны, трясучие грузовики, пыль, забивающую ноздри, когда запахи делаются такими же ускользающими, как сейчас. Запах нашатыря усиливался. И тогда вспоминался укротитель, который совал в нос тиграм ватку, смоченную в наштыре, чтобы звери улыбались, то есть скалили клыки, растягивали губы. От запаха наштыря, невыносимо противного, губы зверей распускались, челюсти отваливались, обильно текла слюна. И люди в амфитеатре цирка думали, что зверям сейчас весело, они смеются, улыбаются с арены. Все это знал бандит, ему было очень скучно и тяжко сейчас, потому что он знал слишком много, а никто не мог и не хотел, и не мог хотеть выслушать его, да и сам он ни о чем и никому не хотел сообщать. Бандит лежал в кладовке возле самого порога, и такой же узкий и невысокий порог отделял его от смерти, когда старый цирковой пес увидел совсем маленького тигренка, который выбрался из клетки и спрыгнул в вольер. Малыш понесся по кругу, смешно подкидывая зад и не прижимая ушей, опьяненный свободой. Он был лопоухий, неуклюжий, но быстрый. Ахилл рыкнул на него, тигренок припал к полу. Бандит медленно поднялся и, валача лапы, побрел к тигренку. Тот оглянулся и с любопытством, безо всякого страха, глядел на него. И бандиту вдруг даже как-то стыдно стало за свою старость, некрасивость, облезлый хвост и пятна от синьки на брюхе. Но по его понятию тигренок не должен был бегать по вольеру, тигренок должен был сидеть в клетке. И бандит хотел зарычать, но только тихий хрип вырвался из его глотки. Малыш опрокинулся на спину и дрыгнул в воздухе лапами. Он не боялся бандита. Наверное, запах собаки, который кормил его, еще не выветрился из его памяти. И бандит тихо повернулся и тихо побрел обратно в кладовку. Взрослые тигры смотрели ему вслед, смотрели тревожно и настороженно. И даже больной лев Персей поднял голову и зашевелил ноздрями. Бандит лег к батарее. Запахи гасли один с другим. И потому мир стремительно сужался от рук него. И оставалось только то, что увидели в полумраке его глаза. Стол с конской тушей, бутылки с рыбьим жиром, полоска света возле двери. И ни от чего. Ничем не пахло. Спящие звери проснулись, и все они стали быстро кружить по клеткам, косяц на дверь кладовки. И только тигренок ничего не понимал, не чувствовал, радовал своей свободе и озарничал в вольере. Потом он скользнул в кладовку, опрокинул бутыль с жиром и жадно зацокал языком. Бандит не должен был разрешать тигренку жрать жир, но жаркая боль душила его. Он лежал, часто моргая и тяжело дыша, далеко вывалив серый язык. Потом боль отпустила. Он ясно увидел тигренка, всего измазанного в жире, очень смешного, будто голого от слипшейся шерсти. Малыш кружил по кладовке, пытаясь догнать свой собственный хвост. Бандит улыбнулся и умер. А его хозяин в это время сидел у женщины, с которой был у него неровный, прерывистый роман, и рассказывал ей о дрессировщике немца. Женщина же не слушала его и все только говорила. — Алексей, тебе нельзя пить, это дурно кончится, я тебе без шуток говорю, разве можно так? — Он настоящий артист, этот немец, — бормотал дрессировщик. — Что ты в этом понимаешь? Какой ритм? У него не сердце, а бульдозер. Он разогревается точно к сроку, начинает посылать тигрицу через себя с тумбы на тумбу, понимаешь? И все не дает ей разрешения прыгать, и все время обманывает ее, и злит. А зритель думает, что она упрямится, и он не может с ней справиться, понимаешь? Какая тишина в цирке. И тут с него начинает лить под градом. Понимаешь, что я говорю? Ему делается жарко, именно тогда, когда в цирке пик напряжения. Грандиозный артист. Но я не хуже, можешь мне поверить. Ах, Каир порвал Персея. Нужно было сразу ухо пришить обратно. Хороший врач это бы, наверное, и смог. Ах, как ты думаешь? И лев остался без уха. Черт знает, какое безобразие. И бандит скоро уж сдохнет, и придет заводить другого пса. Этот бандит все про меня знает. Утром дам ему касторки. Касторку утром давали тигренку. Он объелся рыбьим жиром. А бандит-адрессировщик потихоньку от администрации закопал во дворе цирка.